Девушки отдыхают Народная артистка Советского Союза Людмила Гурченко Я так не буду выходить, как другой Хорошо Что там могло быть? Петрова Солистка Луганской областной филармонии Надежда Петрова Солистка Луганской областной филармонии Надежда Петрова Она сама себя так называет, Люся И все ее так называют Те, кто знают ее, начиная с карнавальной ночи, но лично незнакомы То есть вся страна, называют за глаза Те, кто знакомы, так к ней обращаются И им она в приглашениях на этот юбилей подписывалась Люся Гурченко Я никто Я просто Люся Гурченко Она дочь своего города, Харьков Столица Украины только что переехала отсюда в Киев Харьков, перед войной весь в садах Южный город, по тем временам вполне сытный В Харькове парк культур отдыха, конечно, был имени Горького Да Они все были имени Горького Да И, конечно, она, папина дочка Говорят, счастливая примета, когда, ну, вся в отца Марка Гавриловича Гурченко Горь-Горького А Горького? Папа так говорил, Горького Ну, он же и белорусский, так сказать, всякая там, мишенина Папа был баянистом Во дворце пионеров играл в парке культуры, в кинотеатре А мама была массовиком-затейником Официальный титул – культорганизатор Папа с мамой выступают Это ж такая одок радости И каждый день начинался детским утренником И кончался вечером танцев А можно объяснить Славе, какой был тип звука? Такой самый баянистистый Вот такой был Аккордеон вошел в моду во время войны Это немецкий А, они были немецкие Да, все баян был, баян Да, ну вот как это могло быть? Ну, тут есть баян, трек? Есть такой? Ну, там, какой тональность? Давайте Ваше время А при этом танцевали или это был к концу? Обязательно танцевали И близко друг к другу Все это, вот говорят, что как быть секси? Я не знаю, как быть секси Но когда они вот так танцевали Мне в пять лет так хотелось любить Что меня кто-нибудь приезжает Лара Славатова В парке культуры и отдыха В тогдашнем мультимедийном комплексе Качели и скульптуры спортсменов Там смотрели кино и стреляли в тире Дяденьки пиво пили Тетеньки гуляли по аллеям И обязательно детская программа А там с папой и мамой уже и дочурка выступает Товарищ, сейчас я вам покажу Отливки из нашего представления Там-там-тарам-па Тарам-там-тарам-па-па Ну, это сначала зарядка такая общая Марш-энтузиастов Только бабочка Вот, а потом уже игры Всякие речевки, игры Кошка Кошка выскочила Глаза выпучила И верти тебе хвостом Дилиньбом Дилиньбом Папа говорил, поменьше верти Не надо Все смотрят Нехорошо смотрят И каждый год до войны был весь Как праздник 1 мая Это она потом напишет Это случилось в мгновенно Эх, андрюш, алариды, дара Та-там-па Эй, бун-джун, бун-джун И все, и все, и все, и все И все Все? Это значит, папа ушел на фронт добровольцем Дочка с мамой остались в Харькове А Харьков в октябре 41-го Взяли немцы Страшная война оказалась еще и очень песенным временем И спустя 40 лет у Люси будет фильм-концерт Со вполне счастливым финалом Путь для нас к Берлину, между прочим Вот это, кстати, мин не обнаружено Веселов Это в Харькове у нас было после войны Я думаю, что это за веселый человек Веселов? Кто он такой? А по всему Харькову были его надписи Веселов Больше нет, я встречала какие-то другие, но редко-редко И думаю, это случайные люди Веселов, вот он Веселов Он разминировал весь Харьков А папа невредимым дошел до Германии Сфотографировался у Баронского замка И с победой домой вернулся Эх, будет дорожка И пошло И здесь вы стул отбросите Да, да, стул, как конец войне Как все, расчистим все, понимаете? Быстроим, расчистим И пошла Ай, станцуем И все тут И папа, и все И я не знаю Вот она И приехали куда? В дом Смотри, джазовые куски Мирные Понимаешь, да? Уже женщина может в зеркало Первый раз я смотрю, понимаете? И посмотрит на себя же И жизнь еще и продолжается Моей маме было, Господи, 27 лет, когда кончилась война Понимаете, что такое еще Я же отсюда иду И вагон, он вернулся Мы вдвоем Мы вдвоем Поздний час Вот и все Входим в комнату Молчание Да И вот фотографии моих родителей Папа мой Фотографии родителей она принесла из дома на съемку Повесила в декорациях Кому какое дело, кто это Просто видно, что снимки той поры Все у нас с тобой по-прежнему Только годы Катятся И в оккупации мама с дочкой прокормились песнями Немцы пришли, думая, что насовсем И харьковчанам тоже так начинало казаться Особенно в 42-м, когда город был уже в глубоком немецком тылу А фронт ушел на восток Люди дичали, едва выживая Харьковский базар Да, Харьковский базар Конечно, тут все это Сидит, знаете, человек Который остался в оккупации Интеллигентный человек С замечательным голосом Продает там порошки А ты колопов, блоха, крыса, мошей А ты колопов, блоха, крыса, мошей Ай, да бирюзовые, да золотые каличики Ой, да раскатились тихо по лужку Ты ушла, и твои плечики Ой, не раскрыся ночную тьму Это цыгане пели на базаре, побираясь И даже принимали к себе И делились заработком Я могла к ним пристроиться А они вас принимали к себе? Принимали, они знали, иди сюда, и все Я давала тоже колорит Я еще потанцовала, и все А вас за цыганку принимали, что ли? Нет, мне никто и там все смешалось Вот, по чему, говорю Ну просто девочка какая-то, лысенькая девочка С ушами, с лбом большим Худенькая, и там трыкалка так Знаете, вот все это Во всем городе у цыган были силы на песни И у Люси А людям песни были нужны И подавали артистам неплохо А мама что говорила про это? А мама отворачивалась Да? Да, маме стыдно, мама отворачивалась Ну а что делать? А деньги брала у меня Харьков освободили в августе 43-го В 44-м в городе была даже музыкальная школа И за нее платили, зарабатывая пением Уже на советском базаре А в послевоенном Харькове В жизнь пришло кино Чтобы остаться навсегда Для меня вот первый ряд Это значит, что А вы любили первый ряд? Первый ряд, чтобы никто мне не мешал Тогда же, для всех впервые Пришло заграничное кино Его называли трофейное При том, что больше было фильмов американских Попросту ворованных Но бывшие союзники быстро стали врагами Так что все равно Они здесь прекрасны Это одна из лучших, по-моему, ролей Лоуроса Лиги Это такая любовь мощная Когда они бегут Вот это, визанцена Когда они бегут друг к другу Это все, это рыдание Думаю, боже мой Неужели мне когда-нибудь такое Выше вот так вот Это я могла миллион Ну смотри, как ему идет, что нет глаза Посмотрите У него глаза противные Злые Вот не даром он потом в старости Играет отрицательные роли Ну это вообще очарование, конечно Миллион раз это и смотрелось Каждый день По нескольку сеансов подряд Товарищи, дорогие актеры Вы мне жизнь украсили Украсили мое детство И я мечтала Спасибо вам Большое вам спасибо Пожалуйста Метро Голдвин Майер Кто из Одессы? Голдвин и Майер Наши люди Спасибо Что будет артисткой Это она знала всегда Но теперь знала какой Она будет и играть И петь Она уже была готова Из редких тогда советских фильмов Целые сцены живьем представляла Выступая с папой Перед инвалидами в пивных Пашка, ты лучше меня не тронь Пашка, ты лучше меня не тронь Пашка, ты лучше меня не тронь Пашка, выполнишь клятву Не знаю Эх ты А еще друг На вольном, на синем, на тихом дону Она песня звучала Похоже Коза, кухонь И все Я ногу подворачивала Как будто без ноги Ну из фильма И так, и так вот Клянусь И так вот двигались Да, вот так вот сидела Без ноги С аккордеонов Сидели пьяные эти самые Я на вольном Эй, рыдолика Это фильм В шесть часов вечера после войны Люся и играла его Каждый послевоенный вечер Коза 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 Не принять ее в Афгик не могли Она на экзаменах читала Пела, танцевала А потом сделала шпагат Только с харьковским говором Ничего поделать не могла Они вам исправляли? Потом исправляли, конечно Я потом редуцировала все Говорила так Они были очень довольны Я все делала Потом выходила Думаю, какой ужас Я теряю себя Хуже того Она не могла найти свой репертуар Обычные советские героини Ей не шли А музыкальных фильмов не снимали А любимые ее трофейные Считались красивыми дешевками Бах Какой наигрыш сейчас Кругом Вот это мне так нравилось Вот это все Весь первый курс я наигрывал Второй, третий Вот это все Ой, я умирала Чарльз И вот видишь, как он плохо умирает Плохо умирает? Конечно Сейчас Василашвили на его месте Как бы умер Чистая случайность В коридоре Мосфильма Ее увидел классик музыкального кино Иван Пырьев Отвел в павильон, где Эльдар Рязанов Снимал свою первую комедию Люсе достался счастливый билет Главная роль в фильме Карнавальная ночь Если вы нахмурясь Если вы нахмурясь Выйдите из дома Если вам не в радость Солнечный днем Пусть вам улыбнется Как своей знакомой С вами вовсе не знакомый Встречный паренек И улыбкой Без сомнения Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Вот это первый такой крупный план Я стою на тележке На тележке И вот сейчас схожу с тележки Вот схожу, схожу, схожу Вот сошла А, да Вот вошла И чуть-чуть И вот сейчас будет кадр Вот Опа! Как вы смели, комсомолка Показывает свои колени А вы говорите Бомба разорвалась Это ничего не сказать Новый год С 56-го на 57-й Эпоха сменилась 20-й съезд Осуждение культа личности Карнавальная ночь Главный москульт оттепели Еще раз И улыбка Без сомнения Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Вы эти движения Помните, Иси? Конечно Да? Конечно Я сейчас могу Там что-то Тут ставка больше, чем фильм Тут новая свобода И Люся не просто артисткой стала А сразу дивой Все мужчины страны Грезят о Гурченко А все женщины страны Хотят быть, как Гурченко Это цитата Актриса Надо поработать на ней Это сказал оператор фильма Аркадий Кольцатый Надо носик немножко поднять А как? А вот так Ну такая ленточка есть Она у меня сейчас есть Ленточка И поднимается чуть-чуть нос Ее наклеивают? Да, вот так Вот так Все, стоп И лицо сразу раз И что-то такое Появляется все то Еще природа не доделала Вот и все ухищрения А талию 42 сантиметра Природа доделала Даже наша непадкая На подобные подробности Пресса восторгалась А уж черное платье Белая муфта Раз увидишь В другой не спутаешь Такая узнаваемость Хоть куколки Барби выпускай Бренд Люся Гурченко Наша Марка Кошмар А 42 сантиметра талия? Да никогда этого не было Это все ерунда Ну как? А сколько сейчас? Ну тут я не знаю Я не меряю Ну 44 максимум Нет, Ленечка, нет Ну так если еще сжать Как? А там есть еще что сжать? Вы же не видите что ли? У меня сжимается Ну Если еще сжать Так Тогда будет то, что вы хотите Там где она поет Вы про нее говорите она Она В третьем лице Ну а кто? Она А что я что ли? Перестань Я уже такой Зачем другой человек А вы Вот для вас Этот человек убит Уничтожили Все, нет Всеобщее обожание Продолжалось полтора года Оно изгубило Я по пять концертов выступала Народ будет недоволен Если я не приду И я бегу Чулок нет Ничего нет Денег нет Ничего нет Понимаете? Нет Я бегу Я вам песенку спою Про пять минут Я вам песенку спою Про пять Я вам песенку Ооо, Леня Ну а потом как? Да не будем это поднимать Что там говорить Кроме официальных Грошовых У нее были Левые концерты За которые платили По-настоящему Они у всех были Но про молодую Артистку Эл Гурченко Напечатали Два фильетона Подряд Это было почти Одновременно Я сказала Крайне Вот это я не могла Заснуть А что вы не могли Заснуть? Вот что просто А там краб 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 Который Это щупальцами Хватает деньги А вот здесь лицо И хорошее Такое милое лицо Администратор Транжера дает Актер Хапуга берет Позволительно спросить Молодую киноактрису Эл Гурченко Талант Только что вылупившийся Из институтского яйца Откуда у нее На заре туманной юности Появилась склонность К барышничеству Сейчас все пишется И все печатается И этот фильетон Висит у Гурченко На сайте А тогда Фильетон Означал Гражданскую казнь Только казненного Неизвестно зачем Оставляли жить Меня презирали Меня это На концерте Который после этого Это я выступала И надо же мне было Спеть романс Я не хотела Карнавальный ночь петь И я пела романс Цыганский С девушкой Уйди совсем уйди Я не хочу свиданий Я почувствовал Мне надо уйти со сцены Был свист такой То есть из зала Была такая Жуткая реакция Ненависть И я ушла со сцены Не допев? Не допев Я не могла Работы больше нет А жилья и прописки У артистки Хапуги И не было Это почти смешно Спасали только концерты Левые или правые Уже не важно Терять больше нечего Оставалось выступать Со знаменитыми песнями Из знаменитого фильма Саратове А дядька там сидит Да ты подойди сюда Говорит Я хочу как кино посмотреть Думаю Так С этим шнурочком И я пошла без микрофона туда И я к нему Дядя Если кто-то другом был Мне счастье Правильно Деточка И пошло И с тех пор Я стала выходить В зал У нее главной роли не было 15 лет Которые могли быть лучшими Но лучшими будут другие Сгинуть после первой звездной роли Такое не с ней одной бывало Но вернуться назад Сумеет только она Разобраться если строго Даже в эти пять минут Можно сделать очень много Сначала тебе говорят Что ты прекрасен Потому что ты прекрасен Потом ты И ты веришь Начинаешь верить Я очень быстро поддаюсь этому Как же так Но почему же Что ж такое Начинается там внутри Короче перед старыми стенами Мне не хотелось жить для нее А для чего Старые стены Фильм с которым Она вернулась На главные роли После 15 лет перерыва Серьезная советская дама Директор фабрики Все это хорошо товарищи А план то у меня будет Музыкальных картин нет И что я А вы считаете Это мне пришло в голову Считать выполнение плана По фактической реализованной продукции А у нас ведь никогда не поймешь Реализована она или нет Вот как я научил Ход отсюда Реализованная продукция Фразу про реализованную продукцию Вырезали Фильм был остропроблемным Для серьезного зрителя И серьезной критики Ходил тут просил Передовик производства А теперь мы вам не нужны Да Сухарев Люся Заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко Победила на чужом поле Драматическом Но и тут же вернулась На свое Комедийное Здесь мне 40 лет Дорогие товарищи Но жизнь только началась Вот что ужасно Я думал славу Прекрасным днем добыть Ох ты боже мой На эту славу Как на карту Решил поставить жизнь свою Жизнь свою мне сказал Герт Жизнь Не жизнь, а жизнь свою Остановите на секундочку Голова Какой-то мрачный склеп Кстати склеп был очень уютный Да Соломенная шляпка Золотая Альфред Здесь Взголовки вашей Ветреной Слетать У вас есть дом? Есть Еще не раз Пленять Собой могла Вот она Но лошадью Какой-то Офицерской Вперед Мой горь С гримасою Какой-то Измерской С гримасою Какой-то Измерской Вперед Она Внезапно Съедена Была Вперед Подумаешь Соломенная Шляпка Везде Лица Какая-то И тряпка Ни платья Ни пальто Нет И ни жакет Нет, ни жакет Нет, ни жакет Нет, 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 нет Но без нее Вокруг Прелестной Дамы Такие шли Я вам скажу Во время похоронного Несчастного Мужа Почему он несчастный? Мне лучше знать Такие шли Накисал ужасный Накрапывал Конечно 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 А самое зря По-русски Посмотрит он Все это было В четверг В четверг Потом В карнавальной ночи Похожий сразу На всех советских начальников Игорь Ильинский Произносит Другой исторический девиз Товарищи Есть установка Весело встретить Новый год И дальше Новый год встречали Раз от раза Все веселее И в кино И на телевидении Реабилитировали Все буржуазные жанры И даже Водевиль Самый легкомысленный Из них Это все синтетика Ничего нормального нет Одни только Серьги мои хорошие Нет А серьги свои? Да Серьги свои Конечно Все свои украшения Всегда Вот что злило Дешево Особенно по началу Это все получалось По-советски А она-то знала Настоящую Классику жанра Идет Сюда Здесь такая стоечка С Такими Кружевцами Да Бант Бант Эти рукава Смотрите Набраны Как они роскошно набраны И тут же букеты цветов И букет цветов Вот здесь На груди И вот здесь Я не знаю Голо ли Это не видно Или какая-то сеточка Я думаю Что та Тончайшая сеточка Потому что Не все должно было быть открыто Понимаешь? Все-таки Она такая артистка И вот тогда вы полюбили Что должны быть Оборочки Ну как Конечно полюбила Как сейчас? Ну сейчас у меня мало все Мало? Это сейчас мало оборочек? Ну сейчас ничего Так Мне казалось Что я на нее похожа Профиль Да? Профиль Да не да Я совсем на нее не похожа Такая примитивная морда У меня По сравнению с ней Что-то говорить Но мечтать Никому не запрещено Нынче наконец совпали И мода на оборочки И возможность иметь Самые лучшие из них Да черт его знает Я даже не знаю Я чувствую Как сзади там Этот хвост Бьет И как он должен там Где-то там Работать Даже не знаю Это павлиния Что-то такое И ветер Да? И много оборок И самое Другое дело Я чувствую Что-то Летишь Черт Такая жизнь Прекрасна Опять люблю Родину Понимаешь? Вот чего еще Ни у кого не было В перемешку с водевилями Играть фронтовичку Шедевр Алексея Германа 20 дней без войны Все Иди 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 20 дней без войны Что она там красотка? А для чего? Это все одновременно было Небесный ласчик Это все перемешка Была очень интересная То есть 20 дней без войны И перья в небесных ласках? Это одновременно все Другой артистке Может и было бы боязно А ей-то что? Красотка ее Только что видели А пусть посмотрят Как она может играть Не то что без песен и танцев А при одном еле слышном Потрескивании костра Скажите А вот когда Страшно Больше хочется курить? Да я как-то не связываю Когда хочу курить, курю Если есть что А Когда страшно, боюсь Настоящая драма Получалось уже Только про войну А легкий жанр В рассвет застоя Убежал в безопасный 19-й век Фраки И палеты Эскадроны гусар летучих О бедном гусаре Замолвите слово Лишь бы не про нашу жизнь Перья Все студии Перья на мне Вот они Внутри перья розовые Костюмер Говорит Люся Я тебе собрала Все перья В всей студии Смотри, чтобы не пропало Ни одно перо Я единственный Костюмер Этого фильма Звонили Говорили Людмила Я такая Я так было Я думала, что они думали У меня кривые ноги Что ли раньше Какое-то время В стране Всего два актера Играющих Поющих И танцующих Людмила Бурченко И Андрей Миронов Этот человек обещал На мне жениться Я обещаю тебе Не отказываться От обещаний Андрюшечка Царство небес Здесь мы ставим Много точек Здесь у нас Конец куплет Папоры вставали Папоры Сочиняла Все сама Нарядов для Примы Мускомедии Не было Она сама Научилась Кроить и шить Соединяя отрезы Куски шалей И старые кружева Вот так Вот такое платье Из кусков И тут куски Я не могу объяснить Вот это Как только Начинаешь что-то Объяснять Значит уже глупость Тут чем Страннее А зачем Я знаю Что тут будет так Господи Я ему отдала Всю свою молодость Ничего не осталось Ничего Замолчи Да ладно Вон тебе Раскладушка И вы укладывайтесь Вы мне надоели Оба За пять лет И с полузабытой Она превращается В ведущую Киноартистку Больше нет проб У нее бенефисы И фильмы ставят на нее И ее образу Прекрасной Некрасивой Женщины В пяти вечерах Никиты Михалкова Равных нет На нашем экране Она же в этих Бигудях Понимаешь Но вы-то ведь актриса Вам-то хочется Красивой быть А я уже не актриса Я уже Живу Ее Я когда делала костюм Влезла в эту шкуру Это как змеиная кожа Я туда влезла Я оттуда вылезти не могу Пока не кончится картина Как она там говорит Я конечно член партии Да конечно Это все Это понимается Это точно И мы Всем отделом Мы всем цехом Победили Взяли знамя Да Они же член партии Коммунисты Можем больше потребовать От партбюро Понимаете Вот хорошее вино Лидия Лидия Это Никита Хорошо сказал Скажи Лидия Этого ничего нет Лидия Скажи Лидия Хорошее вино Кое Лидия Замечательно Ну станцию Ну ты Это Замечательно Лидия Жизнь моя Железная дорога Вечное стремление Вперед Как это все случилось Какие вечера Три года Ты мне снилась А встретилась Вчера Не знаю Больше сна Я Мечту В свою Храю Тебя Моя родная Ни с кем Я Не Сравью Давайте теперь Девушку моей мечты Ой, Индернахт Издармэйшикэр Алайн Марика Рёк В этом действительно Трофейном фильме Она заставляла Даже забыть Что звучит Немецкий Страшный Лающий язык врага Ду-ду-ду-ду Не совместим С этим Индернахт Несовместимо А снималась Одновременно В это время Снималась Когда шла война Вот что ужасно Мечты про кино А не про все сразу Про фильмы и роли Про шикарную жизнь артистки И про то, как она Разбивает сердца Легко идя по жизни Вы глупы И теперь Ключевая фраза Объяснения героини С героем Даже кустарные карточки Были Кадр с Марикой Рёк И титр Вы глупы И теперь У Люси У Люси такую В школе Отобрали на уроке Что я сидела Сидела так Смотрела фотографии Не слушала ничего Вурченко А ну да Это что там у вас Забрали Так и осталось Вы глупы И теперь Мне хотелось кому-то Наверное сказать Такое Что вы глупые, Лёни И теперь Не понимаете меня Столько времени Вы об этом мечтали И наконец Вы кому-то сказали Вы глупы И теперь Нет Такой элегантный Такой щелчок Понимаешь Элегантный Не пошёл ты В это Нет Вы глупы И теперь Мне это нравится Когда главные роли Шли одна за другой Про неё писали Что мол Нет худа без добра Из-за тех 15 лет Простоя В её несчастливых ролях Больше правды А в счастливых Больше глубины А в общем И там и там Она играет Более-менее саму себя Вон как в Любимой женщине Механика Гаврилова Ты ведь не Гаврилов Я знаю А ей нужен Гаврилов Механик Гаврилов Это вечное ожидание Это вечное ожидание Но вот 15 лет Этого ожидания Нет Этого не было Это другое Совсем Если бы я так глобально Думала В той картине Она бы не получилась Лёгкой Изящной Понимаете Я бы передраматизировал Я никуда Не вкладывал Тот большой драматизм Тех 15 лет Потому что Это совсем другая роль Другая драматургия Другая страна Вообще Это ведь какой-то такой стандарт Что если актриса То это трудное счастье Почему стандарт Это правда Знаете, есть такое При ней можно жить Он женился А что за жена Да при ней можно жить А женщина Она уезжает Надолго Она и работник Она и хозяин Должна это тянуть Она и зарабатывальщик Она и мать Она и актриса И она должна следить Кто это выдержит Из мужчин Никто Потому что женщине Намного сложнее Потому что всегда драма Я помню однажды Иосиф Кобзон Так значительно сказал Я давно И недолго Был в браке С Людмилой Горченко Она не любит Про это вспоминать Но это же было Он отлично умел ухаживать Мне чем-то показалось Что он похож на папу моего Чем-то так Нет, я вычеркиваю Этой жизни Я вычеркиваю Людей, которые Принесли мне в жизни Темные пятна Черные пятна жизни Я эти Тю-ти Фарам-фарам режу Музычку для клиента Шурик Намек понял Даю Героиня способна Вычеркивать и резать У нее в вокзале для двоих Были брошены все силы Даже пригодился Харьковский говор При возвращении С дачи поганой Товарищ лейтенант Вы свидетели Что я отдала ему Его Поганую сдачу Вот так мы в расчете К роли официантки Очень готовилась Научилась носить По шесть тарелок Обсчитывать Сорок до сорок Руб сорок Переворачивать скатерть На незапятнанную сторону А особо сложную сцену В купе Играли без всякой подготовки Опа Так Тормалек Тихо-тихо-тихо-тихо Сейчас затемнение Я же не знал Что он меня раз тут расстегнет Я бы лифчик другое дело Понимаете Там у меня Ну под кофту Было продумано А я думал Я бы там сделала Что это такое Я думаю О-о-о Он расстегивает Ну что это Ну что я мальчик что ли Ну я тоже не девочка Ну ладно Ну что это неудобно Ну как тебе вообще не стыдно Ну что тебе жалко что ли А как это снимали в купе Там же тесно Купе там повернуться негде Там оператор и ассистент И мы все Сама-сама-сама Сама-сама-сама-сама Вер, может ты меня не любишь Вот это я умираю Какое хамство Говорит А? Ну врет же Вер, Москва-Динамо А этого ничего не было Нет, нет, нет Вер, ну что ты Ну давай раздевать Ну невозможно Сильный артист Ну в нем все есть Понимаете Но я не знаю Чего в нем нет Скотина Слушай, постереди чемоданы Тут дыни Чий-джуйский Видишь на сколько Обалдеть можно Вы другом А будешь хорошо стеречь Я тебя дынку там Вот такое Считается, что в свое Краткое царствование Андропов увидел Вокзал для двоих И без представления К высшему званию Дал Люсе Народную артистку СССР Она и правда требует Чтобы перед выходом Ее не объявляли народной Но само присвоение Ей польстило Значит уже не могли не дать Когда проходит молодость Длиннее ночи, кажется Когда ресторан открылся у нас в Харькове На главной улице Ну это подстроили Вот так Я когда туда заглянула Там тетя Наша соседа Тетя Фрося Работала уборщицей И она меня туда впустила Я так Фикусы и купидоны Понимаешь? Я думала так Я вырос, то у меня будут фикусы и купидоны А фикусов не было, я уже потом к тому уже это все Купидоны были? Зайдите в мою ванну и там одни купидоны Еще собачек всегда держит Папа тоже мелких шавочек любил Другая страсть Зеленое стекло и мебель из карельской березы А этот шкаф? Этот шкаф, фильм «Мама» Это вот мои воспоминания Это роль козы? Это коза Там в первый день случился ужасный перелом ноги И потом все съемки в гипсе Козлята крутятся, а вот до сих пор нога в гипсе И тут козлятами закрыто все Там же на трех языках надо петь Надо выучить было там Пентруфия кариевку дагам А дуна Тот че мать бунщи давать Румынский И потом «Мами» Забыла по-английски тоже И по-русски Как там дочка? Как там сынок ее? Лишь под утром мама уснела Вот это вокзал для двоих Титул «Лучшая поющая актриса» Она удерживает почти без конкуренции Легкий жанр – играть и петь Странно только, в нем мало кто работает Почти все достижения принадлежат мужчинам И уже сто лет остается непревзойденным основатель Александр Вертинский Вы не бойтесь, пес не будет плакать А тихонечко ошейником звенят Он пойдет за вашим глобом Слякать не за мной А впереди меня Уйди фотографу, ну просто невозможно Что? Конечно, надо снимать быстро Я скажу, что вы снимаете? Подождите У тебя иду? Да приготовились, а? Да Вот так Снимали про «не надо печалиться», а героиня все твердила «не надо надеяться» Надо жить без надежды Как так можно? Вот так Вот жить, сейчас мы разговариваем, очень хорошо Потом выбегут собаки, очень хорошо Только сегодняшним днем Вынести аппаратуру, будет это самое Грустно Грустно, нет, будет грустно Без съемки грустно? Да Это мой самый любимый, что вы, я тут с ума сошел Лучшие мелодии про ожидание счастья Она собрала в фильме-концерте «Любимые песни» Бродвейская театральная работа по советской классике Когда проходит молодость, ни черта не возьмете Не возьмете, не возьмете Понимаешь? Когда проходит молодость, длиннее ночи кажется Да, еще когда сон хороший Теперь уже Леня не скажется Не скажется А сбудется забудется Скажется забудется А черт его знает, тогда вот я вру Тогда мне еще не казалось, что она проходит, понимаешь? Ну я так на всякий случай, чтобы не думали, что я моложусь или там что-то такое Дайте вам, я пою эту песню А сейчас я понимаю, что молодость проходит Но я еще живу И пошла Чика-тока, чика-чика Пускай густые волосы подернулись аинием Глаза, глаза твои печальные Мне кажутся красивее Что не сблось, то сбудется Навеки не забудется Когда проходит молодость Когда проходит молодость Еще сильнее любится Субтитры создавал DimaTorzok